Всем привет! С вами канал Луна. Я поздравляю вас со всеми праздниками, с Новым Годом, с Рождеством, со Старым Новым Годом. Желаю вам счастья, чтобы ваши желания исполнялись, а цели достигались. Итак, в сегодняшнем видео я покажу вам моего новогоднего светящегося оленя. Я его сделала сама, но не в этом году, точнее даже не в 2014, а еще в 2013. И закончила я его как раз то ли 30, то ли 31 декабря, и делала я его практически месяц. В магазинах такие олени стоят очень дорого, и они там на порядок меньше, на них меньше лампочек, и они не такие объемные. И я решила, что мне по силам сделать самой такого оленя, и пошла на базар, купила массу проволоки разного диаметра, и начала. Делала я его не по макетам, а брала все из головы, чисто из своего воображения. Сначала я сделала каркас, фотографии, честно говоря, не очень много, была очень увлечена процессом, и было недофотографирование. Фотографировать уже начала, когда он уже стоял. Очень много ушло проволоки, долго думала, как это все скрепить, скрепляла и холодной сваркой, и скотчем, и на хомуты. В общем, скрепляла, как могла, использованы все виды. Далее, когда каркас уже был создан, я его решила обмотать гофрированной бумагой, чтобы он не был таким лысым. Я ее нарезала кусочками и обматывала. И обматывала, и обматывала. Долго, конечно, это все было, продвигалось как-то оно не очень быстро, но надежду я не теряла. И, честно говоря, родители думали, что я не буду делать такого большого оленя, а сделаю какого-нибудь олененка, маленького, до колена, высотой. Но я сделала так, чтобы он был больше меня. Мне всегда хотелось такого оленя. Не забыла ни про ушки, ни про хвостик, и сделала большие рога. Ну и дело осталось за малым, за лампочками. Их я обмотала вокруг оленя, закрепила их пластмассовыми хомутами. Ну и вот вы видите, что получилось. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, он вам очень понравился. Простите, что, возможно, мало фотографий. Но хотелось бы поделиться тем, что я сделала. Всем спасибо еще раз за просмотр. Хорошего вам времени суток. Продолжение следует...